Приветствую всех любителей турбомикро реактивной тяги. Не знаю, с чем это связано, но в последнее время я очень рано стал появляться в мастерской. Сейчас 4 часа утра с небольшим, но я уже готов приступать к разборке подшипников. Буду делать сразу на все микро реактивные двигатели. Подшипники будут гибридные с керамическими шариками. Вот уже в общем-то все подготовлено. Включен свет, потому что в мастерской свет не дают. В мастерской у меня сейчас вот так вот оно работает. Два источника света и печурка. Можно подключать еще для усиления 3 источник. Я поставил линзу внутрь и теперь фонарик светит приятным рассеянным светом. Вот так можно усиливать освещение. Фонарик светит очень долго, между прочим, несколько часов. Ладно, ребята, это все конечно хорошо, но нужно приступать. Атмосфера сейчас ламповая во всех смыслах этого слова. Заодно сделаю подшипники для большого двигателя, который тоже нужно доделывать. Возьмем отдельную коробочку под все это дело и нужно разбирать. Для начала вытащу уплотнители. Они нам не понадобятся. Когда я делал прошлый свой реактивный двигатель, я очень много испортил таких подшипников. Я недавно делал ревизию в том сундучке, где хранятся детали с прошлого проекта. И ужаснулся, сколько там было этих полу колец. Надеюсь, здесь все более гладко пойдет. Вытаскиваем сепаратор. Одну половинку и вторую. Теперь, чтобы разобрать, нужно сместить шарики. Вот так мы смещаем. И можно вынуть внутреннее кольцо. И все готово. Вот так разбираются и собираются подшипники, ребята. Подписчики посоветовали не комбинировать и не ставить на двигатели разнобойные подшипники. То есть на часть двигателей поставить заводские. У меня таких 6 штук. И если делать еще и на большой двигатель, то нужно еще 6 штук изготовить. Всего у меня получается на 6 двигателей будет. И еще хотелось бы сделать с запасом, потому что были случаи, когда подшипники разваливались. самодельные. Поэтому сделаю с запасом. В чем же суть всей этой процедуры? Зачем менять стальные шарики на керамические? Да еще и плюс я выброшу сепараторы все. Сепараторов не будет ни одного, нигде. Все пространство будет заполнено шариками. А суть в том, что именно в таком варианте они смогут выдерживать 200 тысяч оборотов в минуту. 200 тысяч это не шутки, ребята. Но опять же при должном поступлении смазки. Как я понял, вся фишка в подаче смазки. То есть оно не в масляной ванне должно быть, а именно струей смазка должна подаваться в зону вращения шаров. Вот так. Что-то этот мне не очень понравился. Как-то рассыпался легко. Мы его в сторонку отложим. Вот что получилось. Был всего лишь один ржавый подшипник. Вот он лежит. Ну а вот сколько отходов. Это нам не нужно. Теперь ждем, когда включат свет и приступим к токарке. Да уж, много здесь мелкой работы. Я даже не знаю, когда я все это буду успевать. Заводские подшипники тоже не сказать, что готовы к использованию. Здесь вот есть ямка. Вот она, углубление, через которое запихивали шарики. Это создает дисбаланс. Поэтому я беру вот так вот бормашинку и делаю пропил с обратной стороны. Стараюсь делать точно такой же пропил. При этом ни в коем случае нельзя зацепить шарики. Я думаю по массе это равноценно. Мне здесь нечем отбалансировать прямо в идеал. Вот. Тем более здесь шарики неравномерные. Они все равно какой-то дисбаланс в каком-то месте всегда будут создавать. Все это делаю и промываю подшипники керосином. Потому что абразив от дремеля это не есть хорошо. На самодельных подшипниках такой проблемы не будет. Потому что будут сделаны несколько по другой технологии. Шарики по-другому будут впихиваться. Я уже неоднократно показывал, но покажу еще раз. Обнаружились некоторые интересные обстоятельства нашего дела на заводских подшипниках. Видно, что здесь пространство между шариками меньше, а здесь больше. Здесь не хватает одного шарика. И при раскрутке большой дисбаланс из-за этого. Здесь дисбаланс гораздо меньше и раскручивается приятнее. А я сейчас даже продемонстрирую. Я же пробовал, как вращается внутреннее кольцо и что дала нам вот эта вот балансировка. То есть это крутится вот так. Вообще вибрации практически не ощущается. Наружное, как понимаете, балансировать не нужно. Крутится лишь внутренняя часть. И теперь вот эту берем. Звук совершенно другой. Есть вибрация. Но я даже не знаю, что с этим делать. Я хочу их использовать. У меня два таких подшипника. Они под титановый вал сделаны. Точнее вал титановый под них. И вот теперь у меня дилемма. Что же делать? У меня в общем-то есть такие шарики. И я могу попробовать сейчас один туда затолкать. Но он может быть немножко другого диаметра. Вот в чем косяк может быть. Хотя они делаются точно до микрона. Вообще вот эти все шарики. То есть у него размер 3,175 миллиметра. Вот это поворот. Но выбора другого у меня нет. Надо пробовать. Берем один шарик керамический. Он тоже из нитрида кремния. И нужно его туда пропихнуть. Совмещаем две лунки. А шарики нужно отодвинуть. Я уже когда-то делал такое. Вот это самодельный мой подшипник. Тоже по той же технологии. Только обратите внимание, здесь промежутка практически нет. Ставим вот так шарик. Видно, что он туда практически провалился. И нужно его пропихнуть хорошо. Ставим на ровную поверхность и пропихиваем. Без всяких нагревов. Потому что нагревать нужно очень сильно, чтобы на таком малом диаметре что-то изменилось. На больших диаметрах любой нагрев сильно меняет размеры. А здесь не очень. Оно вообще вручную провалилось спокойно. Все, теперь шарики все есть. Как-то немножко кошки скребутся, когда шарик не из партии. Пробуем на звук. Звук все равно не сверх фантастики. Что делать, ребята? Будем применять такой вариант подшипника. Процедура изготовления подшипника высокоскоростных довольно сложна. Сделал оправку. И на ней обтачиваю внутреннее кольцо подшипника. Уже разобранного. Без всякого отпуска. Прямо по каленному. Спецрезцом. Все тем же резцом по алюминию работаю. Которым уже пол двигателя сделал. Обтачиваю с одной стороны. Здесь я уже сделал. И вообще эта втулка уже негожая. Потому что первый блин получился комом. Я ее запрессовывал. Сейчас покажу как. Но сделал слишком большой припуск. И пришлось слишком сильно задавливать. Получились вот такие канавки. Я принял решение разрезать подшипник. Опять достать шарики керамические. И впрессовать в новый. У меня шариков, как оказалось, только под два больших подшипника. Вот так я разрезал. Колечко можно видеть. Один у меня получился в качестве. Тихо работает, никаких забоин. Тот с забоинами получился. Ибо слишком много тела я оставил. Следующая пара у меня уже подготовлена. Ставлю наружное кольцо вот сюда. И засыпаю шарики. Шайба, которая подпирает шарики, не дает, чтобы они вышли из канавки. Теперь мне нужно нагреть кольцо, но не отпустить его. Это нужно для того, чтобы внутреннее легче входило. Держу внутреннее кольцо на готове. Здесь нужно действовать очень оперативно. Вкидываю внутреннее кольцо. Так. А теперь делаем вот так. Раз и всё. Готово дело. Подшипник тихо и легко вращается. В этом же стиле делаю все остальные. Промываю на высоких оборотах. Все, ребята, конвейер заработал. Два уже готова. Делаю третий и еще осталось два. Насыпаю шарики по 9 штук. Сразу вставляю среднюю втулку и запрессовываю. Уже без нагрева подшипники маленькие. Нагрев здесь ничего не дает. При малейшем касании средней втулки она также прогревается. Опять под пресс и аккуратно задавливаю. Усилие небольшое. Нужно убирать фанерку. И всё готово. Делаю с советских подшипников. Посмотрим, что получится. Люфт у них очень маленький получается. Вот так идет процесс. Сделал целую партию подшипников керамических с заделом на будущие проекты. Вот эти на этот проект. Но вот эти, что поменьше, пойдут на будущие проекты. Самые маленькие вообще, они еще из нержавеющей стали. Разошелся по полной программе. Уже собираю узлы. Уже парочку готово. Вот так вращается. Здесь стоит советский подшипник. А здесь два американских. Там один американский тоже есть. Ну так как там самодельные, здесь заводские. Тут немножко плавнее вращается. Ну что делать, ребята? Вращаться точно будет. Сейчас занимаюсь третьим комплектом. Гну пружину. Распилил на две части. Вот такую. И теперь сгибаю ее, чтобы были упоры. То есть там особо большая пружинка не нужна. Вот она будет стоять вон там внутри. Вот так. И вытачиваю специальные втулочки полированные. Я, кстати, более подробно показывал на live канале. Там, где делаю вот этот вот двигатель. Как эти все втулочки там стоят. Как это все работает. Здесь тоже все подробно. Но как-то я совсем здесь зашился. Слишком много деталей. Даже некогда снимать, ребята. Вроде бы дело двигается. Главное с вот этой всей мелочевкой разобраться. Дальше, я думаю, процесс гораздо быстрее и интереснее пойдет. Когда начнем сопловые аппараты делать, камеры сгорания, там дело пойдет быстрее. Хотя здесь вот вроде особо я ничего не делаю. Какие-то гаечки. Целую кучу маленьких наделал такого плана. Кстати, на горячую часть у меня только две гайки. И вот они уже установлены. Заказал метчики. Как придут, доделаю остальные, чтобы было несколько штук. Потихонечку комплектуются движки. Все более и более полноценно. Пружину гнуть то еще искусство. Вот вроде бы более-менее получилось сделать упор. Сейчас сделаю втулку. Все приходится делать уже не конвейерный. Приходится под каждый тоннель, под каждый вал подбирать подшипники. Они очень разные, как оказалось. Вот эти вот советские имеют меньший диаметр внутреннего отверстия. И не налазают на валы, которые я сделал. Вот такая дичь получается. Приходится дорабатывать, приходится с этим бороться. Очень рутинная стадия, конечно. Но надо пройти ее, чтобы двигаться дальше. Другого варианта просто нет. Столюка плохо обрабатывается, но зато крепкая и твердая. Можно потихоньку собирать. Здесь у меня опять будут дружить советский и американский подшипник. Вот это советский. Он будет стоять здесь. Отверстие просверлил, кстати, ребят, неравномерно. Хотя я сверлил на поворотном столе. Я их просверлил специально немножко криво, чтобы можно было закрутить только лишь в одном положении. Это такая хитрость, чтобы потом при частых сборках-разборках не перепутать. Кстати, очень много раз я уже каждый разбирал, собирал. Конкретно вот этот уже раз пятый получается. Некоторые три раза, некоторые шесть раз приходилось разбирать, собирать. Приходилось туннели подтачивать. Потому что, например, длиннее он на миллиметр. У меня каких-то сверх точной привязки по размерам нет. Делаю всё немножко разное. Из-за этого и туннели разные, и валы разные. Всё разное получается. Так, как же работает этот высокоскоростной узел? Этот узел закреплен жестко. Вставляем вал. Сам подшипник уже никуда не девается. Сюда мы крыльчатку и фиксируем вал. Получается всё. Теперь вал ни туда, ни сюда не вытаскивается. Ничего. Может быть здесь тоже дорабатывать что-то придется. Вставляю пружину. Вставляю американский подшипник теперь. Вот так. Ну, пружинка работает. Видно, что не подклинивает. Упирается вон туда. Из хвоста сверла сделал точную шайбу. Подобрал. Всё отлично. И крыльчатку вставляем. Теперь она вот здесь вот очень идеально сидит. Зазора вообще фактически нет, ребята. Обратите внимание. Между крыльчаткой и корпусом. Она как бы утоплена туда. Вроде бы неплохо крутится. Нет хрустов никаких. Всё отлично. Здесь у нас не до конца зажато. Сейчас подберем турбину. И зажмем. Вот эту, например. Ох, как она хорошо сюда подошла. Гаек у меня, как я уже говорил, не так много. Поэтому сниму с этого движка. Вот что получается, ребята. Потихоньку преображаются движки. Работы ещё много. Сказать, что есть какие-то сильные вибрации? Да нет. Хотя они ещё не добалансированы. То есть это какая-то предварительная балансировка была. На этом, ребята, пока что все новости по микро реактивным двигателям и по вот этому здоровому. Которые, ещё раз повторяюсь, я освещаю на live канале. Ссылочку даже оставлю в описании. Получилось три рабочих комплекта. Два двигателя, те, что побольше. Пока что доукомплектовывать не буду. Иначе я совсем зашьюсь, ребята. Оставлю на тот случай, если мелкие не заработают. Потому что более крупные значительно легче сделать. Ладно, у меня на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока!